Информационную поддержку в непростое экономическое время оказывает Фонд развития Югры. К примеру, тем, кто решил связать свою жизнь с сельским хозяйством. Они могут обратиться за помощью в профильный центр компетенций. Здесь потенциальным грантополучателям расскажут, как оформить заявку и составить бизнес-план. А еще в регионе уже второй год подряд работает школа для начинающих фермеров. Моя коллега Наталья Акст отправилась в гости к одной из участниц проекта, которая, как и Сократ, считает, что еду нужно превратить в лекарство до того, как лекарство станет едой. Вместо домашних цветов для красоты и уюта Олеся Харисова выращивает микрозелень для пользы, причем не только своей. Семейная сеть и ферма уже обзавелась единомышленниками. В основном это жители окружной столицы, следящие за своим здоровьем и фигурой. Вот подсолнух, он очень полезен для... Можно его, да? Да, конечно. Мне бы хотелось, чтобы его держать. Для женской системы, гормональной в том числе. Ваши единомышленники, они какую травку предпочитают больше? Какая самая популярная из всего этого набора? Самая популярная это подсолнух, горох. Горох, кстати, очень богат белком. Это растительный протеин, он очень богат. И редиска. Мы выращиваем три вида редиса. В команде Олеся отвечает за технологию выращивания, а ее муж-повар за доставку и сотрудничество с ресторанами, которые поддерживают эко-тренд. Зелень может сделать вкус любого блюда более изысканным и полезным. Ежегодно на семена городская ферма Леридиско тратит около 80 тысяч рублей. Жителям Ханты-Мансийска предлагается добавить в свой рацион 10 видов микрозелени. Проростки люцерны, маши и клевера, съедобные цветы, а еще бэйби-листья, например, базилика и щавеля со вкусом мягкой кислинки. Пока полезная зелень растет в небольшом количестве, занимает всего 5 стеллажей. Однако Леридиско планирует расширять свое производство. Мы будем подаваться везде, где это можно, потому что есть эта возможность. У нас округ помогает, поддерживает, поэтому почему нет? То есть мы открыты, прозрачны. У меня у самой опыт реализации грантовых проектов в социальной сфере, в бюджетной сфере. Поэтому примерно то же самое, просто более развернутая смета. Чтобы двигаться дальше, нужно не только заявляться на гранты, но и постоянно прокачивать свои знания. В этом помогает школа для начинающих фермеров. 5 апреля пройдет защита проектов второго потока. В этом году к онлайн-обучению подключились больше 200 человек. Причем не только из Югры, но и других регионов. Бизнес-тренеры и эксперты в области агропромышленного комплекса рассказали слушателям о тонкостях ведения бухгалтерии и налогообложения, формировании маркетинговой стратегии и ценообразования. Научили правильно формулировать идеи и составлять бизнес-план. А еще в качестве бонуса подготовили для выпускников простую, но эффективную финансовую модель. Это очень серьезный инструмент для каждодневного использования. Сделать деньги прозрачными, чтобы люди их не пугались, видели доходы, расходы, чистую прибыль, чтобы сразу видели ключевые показатели, высыпали им, например, в специальных таблицах, чтобы они могли поиграть с этой финансовой моделью, чтобы выйти из убытков, посмотреть, какие должны быть продажи, каким образом ценообразование происходит, как они влияют на это. Такой инструмент пригодится в работе и Олесе Харрисовой. В запасе у Югорченки еще много идей. К примеру, установить стеллажи с микрозеленью в образовательных учреждениях. Это поможет привить интерес у подрастающего поколения к растению водству, ну и, конечно, сделает школьные обеды еще полезнее. Наталья Акстальдар, Муратов, окружная телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.